Приветствую вас, уважаемые зрители канала People Life! Благодарю вас за то, что вы с нами! Спасибо вам за то, что вы пишете комментарии, оставляете лайки, нажимаете на колокольчик, что позволяет вам не пропустить новое видео, которое выходит у нас на канале, а выходит такие видео каждый день. Подпишитесь на наш канал, тестово, на неделю, может вам понравиться, примкнете к нашей большой дружной семье. Сегодня на календаре 23 апреля, у нас интереснейший разговор, не переключайтесь, с нами на связи астролог Анна Вергелеса Анна, здравствуйте! Добрый день! Приветствую вас, прекрасно выглядите, надеюсь, что у вас для нас есть хорошие новости. Если же хорошие новости — это такая условная метафорическая фраза, то расскажите хотя бы просто новости, чего нам ждать, к чему готовиться, и что нас ожидает за новым поворотом нового месяца. Каким астрология видит прогноз для Украины? Наконец весны, начало лета, перед нами ещё май, ещё идёт апрель, в мае обещают турбулентное перемещение всех событий. К чему готовиться? Скажите, пожалуйста. Новости есть разные. Я попытаюсь в хронологическом порядке их изложить. Действительно, у нас прошли затмения весенние, и после затмений, как правило, события ускоряются, становятся очень понятные тенденции года. И давайте начнём с конца апреля, то, что нас ждёт, обсудим. Я буду немножечко астрологические термины использовать, прошу прощения за это сразу, но мне хочется обозначить те вещи, которые я вижу в нашей прогностике. Что важного нас сейчас ждёт? У нас в третий раз в карте Украины складывается такой достаточно активный напряжённый аспект. Квадрат Урана к Луне в гороскопе нашей страны. Луна — это народ, это люди, это наше психологическое состояние. А Уран — планета достаточно активная, революционная, которая приносит очень быстрые изменения. Этот аспект мы уже проходили с вами, поэтому ничего нового нас не ждёт. И мы его будем проживать в третий, в последний раз. Он даёт очень такое серьёзное внутреннее напряжение. Мы понимаем, что люди устали, что всем тяжело. И очень много напряжения. Сейчас мы будем видеть, до середины мая он работает. Будет вымещаться наружу, это какие-то напряжённые ситуации социальные, это достаточно бунтарские настроения, это какие-то внутренние грызня и конфликты. Это то, чего нам очень-очень стоит избегать, дорогие мои, потому что для нас сейчас важна консолидация. Я говорила об этом в предыдущих эфирах, очень часто на своих страницах говорю. Нам ни в коем случае нельзя допускать внутренней борьбы друг с другом. Это очень важно, потому что на самом деле здесь предполагаются манипуляции, здесь предполагается столкновение людей друг с другом. Это то, чего хочет наш враг на самом деле. Это то, чем могут воспользоваться определённые политические силы. Поэтому до середины травня, у меня уже все языки смешались, мая, да, нам очень важно наблюдать, как будет разворачиваться ситуация в обществе. И ещё, чем этот аспект опасен, поскольку Луна — это простые люди, это народ, а Уран — это планета очень таких резких потрясений, возможные, скажем так, неожиданные, неадекватные абсолютно атаки на объекты, которые связаны с населением. Это либо инфраструктура, которая касается людей, жилые дома, это могут быть торговые центры, и также это всё, что касается, ну скажем так, продуктов первой необходимости, каких-то вещей первой необходимости. Я объясню, как это было в прошлый раз, чтобы было понятно, что ждать. А в прошлый раз, когда складывался этот аспект, были очень серьёзные атаки на зернохранилище. То есть опять-таки то, что нам нужно, вот такой первоочередной хлеб, еда для нашей жизни. Поэтому в этот раз с 28 апреля, вот такая пиковая точка этого аспекта, до 2-3 мая есть вероятность вот таких вот ситуаций, очень резких, шоковых каких-то состояний. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны. То есть это вот то, что такое в ближайшее время нас ждёт. И всё, дорогие мои, мы проходим вот эту ситуацию. Это не значит, что не будет повторяться. А так, понятное дело, что они повторяться будут. Но в таком, наверное, объёме и количестве мы вот всё, уже это проходим. Дальше. Что ещё хотелось бы сказать? У нас продолжается с вами, опять-таки, достаточно длительный астрологический аспект, который затрагивает Сатурн в гороскопе Украины. По Сатурну будет проходить планета Плутон. Я думаю, что про Плутон уже очень много людей слышало и знают. Мы говорим о том, что Плутон переходит в Водолеи, начинается эпоха Водолея. Все эти истории, я думаю, вы слышали хоть как-то, хоть где-то. И что такое прохождение Плутона по Сатурну? Дело в том, что Сатурн в гороскопе Украины — это, в общем-то, планета, которая символизирует нашу страну. И Плутон несёт очень серьёзные трансформации, очень серьёзные изменения, достаточно тяжёлые, опять-таки, стрессовые ситуации. У нас уже была точная фаза этого аспекта в марте. Вспоминаем, что у нас было в марте. Месяц был тяжёлый. И количество обстрелов, количество давления вообще на людей, на психику, давление на фронтах было очень-очень мощным. Мы прекрасно помним вторую половину марта. Мы до сих пор живём в этой парадигме, у нас продолжаются действия этого аспекта. И следующая пиковая точка, о которой мне бы хотелось сказать, — это июнь. То есть есть большая вероятность, что следующая волна такого давления, которая будет связана с попытками прорывов нашей линии фронта, с очень массированными и активными обстрелами городов, особенно энергетика, особенно инфраструктура, — это июнь. Вот. Теперь давайте немножко про хорошие новости, да? Так. Новости должны быть разные. Значит, из хороших новостей, дорогие мои, с 1 по 9 мая Юпитер будет делать регион к Марсу. Так. И это даёт нам, ну скажем так, надежду на поддержку армии. То есть есть показатели, которые говорят о том, что наша армия будет поддержана. Это могут быть поставки оружия, это может быть какая-то помощь, это может быть финансирование, это могут быть, в принципе, достаточно успешные операции с нашей стороны, потому что Юпитер — это планета расширения, это планета экспансии, это планета удачи, и она будет сопутствовать нашим военным. Я думаю, что для нас это очень важно, для всех. Дальше из хороших новостей. Мне очень нравятся, ну, некоторые показатели на июнь. То есть несмотря на воздействие Плутона, несмотря на то, что военные действия будут идти очень активно и довольно тяжело, у нас есть ещё хорошие, опять-таки, показатели для нашей армии, для наших военных. Уран — та же самая планета, о которой мы говорили, будет гармонично аспектировать в Марс в июне. И это намёк такой на поставки нового вооружения, на какие-то новые технологии, которые будут применяться, на какие-то новые виды оружия или неожиданные поступления, скажем так. Для нас это будет неожиданно. Те люди, которые это планируют и создают эти возможности, понятная идея, что для них это не будет неожиданностью. Но тем не менее в июне у нас очень хорошие показатели на какой-то неожиданный успех. Я бы так сказала. Это не касается прям такой полной победы, понятное дело, но это говорит о том, что что-то новое мы увидим в этой войне. И это будет такой прорыв, технологический прорыв, скорее всего. Интересно. Это деньги, которые мы получим от штатов, которые сразу же начнут работать, потому что Зеленский сказал, что после того, как проголосовали в Конгрессе, оружие и деньги могут быть в течение двух недель. Дай Бог, дай Бог. Дай Бог, да. Вы знаете, я просматривала ситуацию с Штатами, с помощью нашей многострадальной такой помощи, которую мы все ждали. Это очень хороший для нас такой, ну, это действительно необходимая помощь. Но нам нужно понимать, что её может не быть больше в таких объёмах. То есть поскольку для нас вообще этот год, он про ресурсы, про экономию ресурсов, про то, что не идёт так много, как шло раньше, нам важно очень мудро этими ресурсами распорядиться. Потому что есть большая вероятность, что третьих, четвёртых, пятых, десятых вот таких вот пакетов, их может просто не быть. И что же тогда потом будет одному астрологическому Богу известно? Благодарю вас за важную информацию. Я сразу записываю за вами тезис на ваши мысли. Как вы видите здоровье Зеленского, его энергию, его соляр, его положение? 20 мая у него заканчивается полномочия, ну, якобы заканчивается полномочия как президент, мы понимаем, что не будут проводиться выборы во время войны. Для Зеленского май сложный месяц? Как он, как он, где он, как он? Я смотрела гороскоп Зеленского. Вы знаете, май-июнь там сложно, но терпимо. Вот я бы так назвала эту ситуацию. То есть я не вижу там каких-то резких изменений. Более того, в мае власть будет делать всё для стабилизации своего положения, ситуации. То есть я не вижу там каких-то резких перемен. У нас всё внимание будет на самом деле на фронте военным. Вот, июнь, июль там уже есть показатели очень серьёзной политической борьбы и каких-то таких перетрубаций очень серьёзных политических. Но если говорить про президента, я бы обратила внимание на август. Вот август, там действительно в его карте есть показатели сложные. Сложные и физические, и психологические. Есть показатели очень серьёзных конфликтов, очень серьёзной борьбы. И это может быть связано в том числе и с угрозой для здоровья. Поэтому я бы сакцентировалась на августе. Искренне надеюсь, что кто-то из близкого окружения нашего гаранта сможет ему передать эту важную информацию. Как вы видите, есть ли угрозы большой техногенной катастрофы в этом году на территории Украины? Может быть, в том числе. Но всё же, есть ли что-то, что может остановить войну? Было такое предсказание, расклад, пророчество, что что-то произойдёт, что может развернуть войну, и все уйдут домой. Как вы видите? Ну, это не очень хороший сценарий для нас. Вы же понимаете, да? Технологическая катастрофа, которая остановит войну. Это как-то совсем нам не подходит, мягко говоря. Потому что, видимо, она должна произойти на нашей территории. И если говорить о том, что я вижу в нашей прогностике, опять-таки, с технологическими катастрофами связано несколько планет в астрологии. Это уран, он связан с электричеством, он связан с технологиями как таковыми, с энергетикой. И риски для нашей энергетики… Я не говорю сейчас про катастрофы, друзья мои. Опять-таки, мы уже проходили очень много всяких разных предсказаний, всяких разных страшных моментов, и мы всё это прошли. И я уверена, что мы справимся с теми трудностями, которые нас ждут. У нас уже опыт, слава богу, есть. Так вот, конец апреля, начало мая — это угроза для энергетики. Здесь возможны какие-то атаки на нашу энергетику, но чтобы это было прям катастрофой, я не могу сказать. И июнь — это уже именно атомная энергетика. То есть наши атомные электростанции могут быть провокации, могут быть какие-то обстрелы, могут быть какие-то ситуации тревожные для нас. Но опять-таки мы уже прошли много таких моментов. И давайте верить в то, что и на этот раз у нас, ну скажем так, нас защитят, и высшие силы не позволят случиться таким катастрофическим вещам. Но провокации будут и угрозы однозначно. А пиковые моменты, ещё раз скажу, это конец апреля, начало мая и июнь. Июнь — это конкретно атомные электростанции. — Ох, к чему готовиться и к чему-то особо не приготовишься. Нужно будет просто принять то, что есть, принять ситуацию как есть и принять едит калия, если ситуация пойдёт в это русло. Как с точки зрения астрологии вы видите вероятность окончания войны в 2025 году? Это реально? — Вы знаете, это будет процесс. И он начинается уже в 2024. И я вижу, что конец весны, начало лета — это заход на какой-то очередной круг в теме переговоров, какого-то мирного урегулирования. Причём будут привлекаться представители других стран очень много. И я вижу, что особенно с июня по август здесь как будто бы есть какие-то варианты, которые предлагаются, развилки, какие-то компромиссы всё время из нас будут выжимать. И это очень сложный для нас процесс, потому что для нас здесь любой компромисс, он сложный, мы это прекрасно с вами понимаем. Но тем не менее манипуляции, какое-то давление будет, и какие-то заходы на эти круги переговоров будут однозначно. Причём есть показатели, что даже переговорные какие-то процессы, они могут происходить вообще и условно без нашего участия где-то. Поэтому это процесс, и как он пройдёт, сейчас очень сложно сказать, потому что очень много факторов, которые влияют на состояние нашей страны, на наши возможности. К сожалению, мы сейчас очень сильно зависим от помощи внешней. И это тоже такой рычаг манипуляций очень серьёзный. Поэтому что можно точно утверждать? Что вопросы переговоров подниматься будут уже в ближайшее время, вторая половина весны и лета. Есть большая вероятность, что мы продвинемся как-то в этом вопросе к каким-то устраивающим нас решениям к осени 2024 года. Но опять-таки здесь есть какие сценарии? Здесь видно, что есть сценарий заморозки конфликта, то есть какой-то остановки. И нам бы этого очень не хотелось, потому что для нас это означает возобновление конфликта, скажем так, ближе к 30-м годам. Есть такой вариант. И 25-й год — это действительно по многим показателям какая-то точка завершения. Хотя опять-таки начало этого процесса, или скорее продолжение, мы увидим очень ярко летом, осенью. И 25-й год — велика вероятность того, что наконец-то на наших территориях наступит мир. — Благодарю. Очень-очень хочется этого. Понимаю, что астрология не может назвать точную дату, точное время. Но если есть вероятность, это уже очень большая надежда, на которую можно опираться. Скажите, есть ли у вас какая-то еще ценная информация, которую, может быть, я упустил, которая может пригодиться нашим зрителям? Может, важная дата, вот интересно, 9 мая по опасностям. Сегодня у нас спрашивали зрители о том, зрители из Одессы оставлять ли им город, уезжать ли из города в начале мая, 1-е, 2-е число. Есть какие-то даты, которые подсвечиваются чуть больше, чем другие, на которые стоит обратить внимание? — Вы имеете в виду с точки зрения безопасности? — Да. — Да. Сначала мая, да, у нас очень активный, ну, вообще, у нас очень активный май на самом деле и по обстрелам, да, и по каким-то провокациям, я бы даже сказала. С 1-го по 9-е мая. Это период, с одной стороны, успешный для нашей армии, как я сказала, да, с другой стороны, это период, ну, такой повышенной активности нашего врага. Конечно, мы можем говорить о том, что и Одесса, и Харьков, и Киев, и Запорожская область, и Днепропетровская область будут находиться под серьёзным давлением. Меня больше всего беспокоит Запорожье, меня очень беспокоит Харьков. Это те регионы, да, где, ну, максимально будет тяжело на самом деле, вот, потому что по всем абсолютно показателям видно, что у врага есть очень серьёзные, скажем так, аппетиты именно на эти территории. Но я думаю, что Харьков выстоит. Я просматривала ситуацию, которая касается именно Харьковской области. Судя по всему, там, ну, линия фронта будет подвигаться максимально, скажем так, к городу, вот, вот, и жить там будет тяжело, и всё сложнее и сложнее, но я не вижу какого-то такого полного прям захвата. Я сейчас говорю о периоде до июня месяца. Давайте так, да, сразу обозначим. Вот. Ну, опять-таки, уже по той информации, которую я дала, да, мы понимаем, что прохождение Плутона по Сатурну, которое у нас уже было в марте, вот вспоминаем, где было тяжело в марте, и понимаем, что в июне будет очень похожая ситуация. Очень похожая. То есть те города, которые страдали во второй половине марта, энергетика, там, обстрелы, да, это, по сути, будет вот какая-то, как, знаете, как вторая волна. То есть вот первая волна была в марте, да, вторая волна ожидается в июне. Ну, опять-таки, у нас приходит оружие, приходит какая-то помощь, которую мы ждали, поэтому здесь ситуация будет решаться, ну, знаете, вот, похоже, как будто бы на поле боя. Пока что, ну, невозможно. Смотрите, астрология, к сожалению, нет у нас какой-то золотой такой цифры, которая бы на небе была написана большими такими, знаете, красивыми буквами или цифрами, да, что победа нас ждёт вот тогда-то. Мы видим процессы, мы видим, какие опыты мы проходим, с каким результатом мы это проходим. Заранее порой сказать сложно, если в результат вовлечено огромное количество сил, огромное количество сил. То есть если бы это зависело только от нас, это одна история, да, но наша победа зависит от огромного количества стран. Поэтому, друзья мои, мы проходим трансформацию, да, она у нас не заканчивается в этом году, это однозначно совершенно. У нас последнее вот такое касание Плутон-Сатурн будет зимой. Про это мы пока вообще не говорим, да, нам бы и лето как-то так достойно пройти и хорошо настроиться на позитив. Всё у нас будет хорошо, но, к сожалению, ситуация меняется, меняется очень быстро. Поэтому я говорю про определённые периоды, про важные даты в эти периоды, и мы смотрим, как мы это проходим. Благодарю. Да, я пытаюсь осмыслить то, что вы говорите, пытаюсь вспомнить, где было в марте, и что было в марте. Нужно поднимать просто записи даже новостей. Благодарю вас, Анна. В марте было очень неспокойно. Я помню вторую половину марта прекрасно. Я думаю, что нам зрители могут написать. Очень обстреливался Киев в это время, Харьков, Запорожье, Одесса та же. То есть было, мягко говоря, не скучно. Поэтому мы уже можем себе представить, каким у нас будет июнь. Но опять-таки мы это прошли, понимаете. То есть здесь нет какой-то прям катастрофы-катастрофы. Поэтому давайте настраиваться на позитив, друзья. Благодарю. Это я что-то чуть-чуть нервничаю. Спасибо большое. Небольшое просто пожелание для наших зрителей, возможно, от вас, как от украинки, как от астролога украинки, как от человека. На что стоит обратить внимание? Что успокаивает вас? Что помогает себя держать в руках и не плыть? Это мягко говоря. Я сейчас использую такой эпитет. Вы знаете, сейчас очень хорошо на улице, друзья мои. Сейчас весна, и мы можем видеть, как возобновляется природа. На самом деле, когда ты отвлекаешься немножко от средств массовой информации, я очень рекомендую прям ограничить их потребление, потому что это то, что мы должны знать, мы должны следить за тем, что происходит у нас в стране, что происходит в наших жизнях. Но, пожалуйста, выходите куда-нибудь на улицу, на природу, потому что сейчас весна, и очень много вот этой силы жизни. И мы видим, что жизнь, она побеждает. Жизнь возрождается в любом случае. И это то, на чём важно делать сейчас акцент. У нас приближается очень такое мощное время силы. Это белтань. Я не знаю, слышали ли вы про такой праздник, про такой момент или нет. Этот день называют ещё день живы, ночь огней, в Альпургиево ночь. С 30 апреля на 1 мая, но это такой период опять-таки, это и на 30 апреля, 1-2 мая. Пожалуйста, постарайтесь в это время выйти на природу. Это праздник природы, сил жизни, силы света. Просто постоять босиком на земле, посмотреть на солнце, поработать со стихиями, принести живые цветы. Вот постарайтесь максимально наполнить свою жизнь красками, вкусами, ощущениями света, любви, жизни. Это очень-очень наполняет ресурсом, потому что нам сейчас важно заботиться о себе. Нам сейчас важно наполняться силой для того, чтобы мы могли позаботиться о наших близких, поддержать тех, кому нужна помощь, кому сейчас сложнее, чем нам. А таких людей очень много. И если мы не будем беречь свой ресурс, если мы не будем себя наполнять, нам будет нечего дать своим близким. Поэтому, друзья мои, позаботьтесь о себе. Прекрасное солнце, несмотря ни на что, жизнь всегда побеждает. Благодарю. Это золотые слова. Вот с этими словами стало уже чуть-чуть теплее, чуть легче. А еще можно ко всему этому босиком походить по теплой нагретой земле. У нас погода сейчас вот такая. Но если выйти на солнышко, думаю, это тоже подзарядит чуть-чуть. Благодарю вас, Анна. Спасибо большое за встречу. Я искренне желаю вам успехов в ваших астрологических прогнозах и благодарю вас за время, энергию и внимание, которое вы нам уделили. Пусть сбывается все хорошее, пусть все плохое не сбывается. Так примитивно, но хочу, чтобы так было. Благодарю вас. Спасибо большое, что пожаловали к нам. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго и вам. С нами на связи была астролог Анна Вергерис. Подписывайтесь на все ее соцсети. Мы оставим полезные ссылки под этим видео. Пожалуйста, не пропустите, подпишитесь. Уверен, что там вы тоже найдете для себя какую-то важную, полезную информацию. Напишите в комментариях вопрос. Можете написать замечание. Можете свое предположение. Или, может быть, вам сон снился на похожую тему, которую мы только что обсуждали. Напишите. Это тоже важно. Пока что все. Вы смотрите канал People Life. Увидимся в следующих выпусках. Берегите себя. Пока.